Добрый день, дорогие зрители! С вами OpenScience in Ukraine и меня зовут Гуслистый Артём. Ну что же, начну сразу с хорошей новости. Думаю, правда, многие уже об этом знают, для конца опоздали мы. Открыта регистрация для подачи журнала в Коперникус. И открыта она по 31 июля 2017 года. Подтверждение этой информации вот, вы видите на экране, да, также его могут видеть те, кто уже заполнил журнал и отправил его, эту анкету в Коперникус. Становится доступна вот эта отсылка, журнал с мастер-релиз сурвей, да. И вот здесь написано, что отправленные журналы, ну, анкеты журналов для 2016 года действуют до 31 июля. Также нужно отправить либо электронные копии или печатные копии журналов для оценки. Ну, что сказать, можно отправить и то, и то. Как бы, лучше, наверное, отправить то, и то, потому что так как наша почта работает сейчас, к сожалению, лучше... Ну, мы, во всяком случае, всем рекомендуем отправлять и тот, и тот вариант. То есть на почту им написать, да, логин, паролем дать, там какой-нибудь сделать гостевой доступ. И вот, собственно, как-то так. Что ж, что касается... Тоже задают вопрос о том, как импортировать, да, по-моему... Да, импортировать выпуски из статьи. Можно ли из ОЧС сразу сделать? Пока что нельзя. То есть вы все видели, были свидетелями, что Копернику полтора месяца назад обновился, и ОЧС еще не успела добавить, ну, никакие плагины настроенные. Во всяком случае, мы пока что их не знаем. Может, где-то что-то есть, может, где-то мы что-то не уследили. То есть если у вас есть информация насчет этого, пишите с удовольствием, будем рады. Ну, это будет классно, в общем. Схема тут, кстати, тоже прилагается, для тех, кто знает, что это такое. Ну, я думаю, это вы уже видели, смотрели. Сейчас покажу вам, как добавить выпуск и артикель, ну, артикель, статью. Вдруг кто-то еще не разобрался. На примере наукового висника Национального лесотехничного университета Украины. То есть вот они уже подали еще, наверное, недели две назад свой журнал. Они полностью заполнили анкету. Заведите профиль 100, КВ-100, и анкета тоже отправлена уже. И сейчас начинают заполнять выпуски и статьи. То есть мы нажимаем «Добавить выпуск». Открывается окошко создания выпуска. Здесь у нас «Волум», «Намбе», «Е». Ну, с этим все понятно. Это у нас идет количество статей в номере. Кстати, локализацию до сих пор еще не исправили, она еще поглюченная. И две даты публикации. Здесь у нас идет картинка выпуска. А здесь у нас электронная версия выпуска. Можно PDF-файлик сюда добавить. Сейчас вроде... А, нет, чего-то сейчас тоже добавлено. Скорее всего, PDF-файл выпуска. Потом нажимаем «Save». И у нас появится вот такое вот окошко выпуска. То есть информация, которую мы ввели. И есть чудесная кнопка «Articles», да, «Статьи», нажимая на которую мы открываем страницу с нашими статьями в этом выпуске. Здесь точно так же нажимаем «Добавить новую статью». И вводим данные о этой статье. Мы сейчас уже одну готовую откроем. Здесь у нас название статьи. Идет первая строка. Вторая строка. Это тип статьи. То есть сейчас стоит оригинальная статья. Но я так думаю, что они оригинальные. Тут почти везде есть локализация опять не работает. Локализация опять не работает. Но оригинальная статья, в общем. Абстракт. Дата публикации статьи. Диапазон страниц. Номер дои. Ключевые слова. Айцид. Я пока затрудняюсь ответить, что это. Google. Тоже сильно затрудняется ответить, что это. Ну вот, какой-то есть. Чудесный. Ресурс. Может это не он. Вроде что-то с журналами связано. Ну, в общем, я не знаю, что это такое. Честно, я не знаю, зачем оно надо. Как бы, опять-таки, просьба. Если вы знаете, что это, пишите либо нам в Facebook, либо в комментариях. Что и для чего это надо. Ну и подмета идеи, это понятно. Только непонятно, что оно недоступно. И научные дисциплины. То есть, выбирайте, к чему, каким дисциплинам относится ваша статья. Ну, вот здесь уже выбрали лесничество. Что-то там с лесными науками связано. То есть, растения. Лесничество, да. И ветеринария. Такой вот подходик. Потом у нас идет... Добавляем авторов. Посредством кнопки это авторс. То здесь у нас... Либо же можно, я так понял, поискать авторов, которые здесь уже есть в Коперникусе, судя по всему, и добавить их. Прикольно сделано. Либо же вручную ввести. Отдельно сделали кнопку для польских учреждений. Прикольно. Ну, тут тоже до почта. Всем понятно. Имя, отчество. Фамилия. Университет, институт. Департамент. Вот, над кафедрой там какая-нибудь факультет, вернее, факультет, может, или что-нибудь такое. Нарисует через центр. И вот тоже какую-то такую роль. Так вот, даже по ролям разбили статьи. Можно разбивать, кто их, ху и с ху. Потом нажали сейф, да, и вот подобавлялись статьи. И библиография, я так понял. Почему-то тут редактор журнала не заполнил. Непонятно. Ну, судя по всему, здесь вставляется просто список литературы. Ну, сейчас пытаемся проверить, может, что-то получится. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Буквально одну секундочку. Так, а ну, посмотрим, что это у нас за статья изменения грунта-захистных. Номер какой, интересно. Сейчас, еще секундочку. Номер 1, волом 26. Сейчас, ну, честно, мы своих журналов до сих пор, которые в WP Science, не можем на год посылать нам. Никак до сих пор не можем восстановить к ним доступ, чтобы проверить. Сесть и так, прямо, сильно поковыряться. Потому что боимся, мало ли, чему-то кому-то... На одно дело, когда это свой журнал, да? На другое дело, когда это чужой журнал чужого университета, чтобы не накосячить. По нытью 9 домов. О, из ПД форматирование полетело. Так, ладно, потом, если чего, удалим его. Так, понял, тут можно удалять. Наверное, нажимаем save. Ну, да, как-то оно... Оно, оно добавило, во всяком случае, вот первый там 4, 3, которые мы сделали, они 3, добавило в одном. Ну, вернее, по одному пункту на каждую эту библиографическую ссылку. Ну, и что, очень даже прикольно. Скопировать для других языковых версий. Не понял, не понял, я что-то чуть-чуть такое. Что-то произошло, но что, не знаю. Ну, в общем... Блин, оно еще раз уж интересно. Ну, это... Так, понял, это название одной и той же статьи, только она что-то как-то как-то с разным названием. Вернее, я знаю, это та же статья с другими названиями. Ничего. Подождите, что-то... Сохраняют, подождите. Угу. Вот что мы наблюдаем. Поменялось название статьи. Оно было у нас здесь на украинском написано. Сейчас... Да нет. Стоять. Оно у нас почему-то поднялось вверх просто. Оно, сравним, как у нас оно было. Как оно у нас... Может, там две статьи подряд просто... Да нет. По одной. Ну, что-то у нас здесь одна и та же статья, а теперь в двух языковых версиях. Интересненько. Не пойму, как так получилось. Ну, что-то... Это, наверное, редактор на трех языках добавил одну и ту же статью. Тювелки. Я голову... Я не глянул вначале. Наверное, да. Ну, ладно, в общем-то, да. Тогда с этим вопросом разобрались вроде бы как. Или нет. Ну, давайте попробуем добавить другую какую-то отдельную статью. Возьмем вторую. Вставляем название. На аннотацию. Вот эта публикация. Вот эта публикация. А, ну, там такая же. Третья... Третья марта... 2016-го. Так, не третья марта. 15-е марта. Странички у нас идут. С 16-й... По 29-ю. С 29-ю. Keywords. У нас здесь. А тема... Ну... Ну, вот здесь, конечно, да. И локализация не работает. Те, кто не знает... В общем, изучаем польский язык. Медицинские. Медицинские. Потом у нас идут... Лесные. Ну, тоже прикольно, да, сделали? Там нажимаем, ставим галочку, открылись. Подкатил ловить их наук. Ну, такое. Да, конечно, придется посидеть, поизучать. Поэтому... Медицинские науки... Для тех, кто... С польским языком не дружит. Ну, как я, к примеру. Так, добавляем. Ну, кстати, можно попробовать поискать авторов. Может, что-то получится. Не получилось. Тоже безрезультатно. Вот. А тут уже поинтереснее. Тут, видите, отображаются... Некоторые... Ученые. Ну, не тот, кто нам... Ну, это, по-моему, если нажать... Да, дай. Тогда будет добавлено. Но у нас здесь... Вернее, нашего здесь интересующего нет. Так. First Name. Так, ну да ладно. Ну, в общем, допустим, авторов добавили. Надеюсь, можно будет сохранить. И оно будет работать. Потому что долго сейчас будет добавлять авторов. Это списки библиографии. Ну, что-то сохранил. Ага. То есть, мы теперь отчетливо видим, что здесь редактор для трех языковых, для трех языков заполнил. И вот отдельно он как одним блоком образовался. То есть, но при том можно каждую языковую версию отредактировать. И вот статья, которую я только что добавил. То есть, по сути, нужно делать для всех языковых версий. Заполнять это все. Прикольно, конечно, трудоемко. Долго с этим будем играться. Так, удалили статью, которую только что добавили. Удалили статью. Ну, да. Ага, вот теперь удалили. Ну, в общем, как-то так. Так, то есть, подведем коротенький итог. Копернику сделал прикольно. Ничего не скажешь. Теперь можно добавлять сюда статьи свои. Оно, вернее, своего журнала. Да, тем самым повышая индекс цитирования. Да, можно и так сказать. То есть, потом можно будет, конечно, надеюсь, что можно будет не вручную добавлять все статьи, а просто их экспортировать из UGS, импортировать сюда. Так же, ну, в общем, стало понятно обновление сайта. Я забыл сказать для тех, кто еще не запомнил анкету. То есть, в предыдущих видео я показывал, как приблизительно... Да, я могу сейчас показать вот эту вот анкету. Дальше мне не удалось пройти в предыдущих видео. Но мы узнали, что дальше происходит. То есть, дальше обычная анкета Коперникуса, которая была и до этого. Прошу прощения. Обычная анкета Коперникуса, которая состоит там из, по-моему, 7 или 6 пунктов, не помню уже. Которая вы точно так же заполняете подробную информацию о вашем журнале, о редакторах, о издательстве. То есть, потом процентное соотношение. Ну, в принципе, очень похожая анкета на старую версию. Я бы сказал, почти один в один та же самая анкета. То есть, по ней материалы снимать мы не будем, смысла нет как бы. Ну, вот, да. Это вот то, что я хотел сказать, чуть не забыл. Так, что еще? Что касается нашего мастер-журнала-листа. Журнала-листа вроде бы как все. В принципе, это весь материал, который я хотел рассказать вам. Потому что очень часто пишут, спрашивают. Опять-таки, насчет той же открытой регистрации началась ли она. И что дальше делать. Если есть у вас вопросы, звоните, пишите, оставляйте комментарии. Я с удовольствием отвечу, подскажу чем-то, чем смогу. Также, если у вас есть какие-то, скажем так, наработки по тому же плагину для OGS. Либо же какие-то советы, что касается анкеты. Или же каких-то полизаполнения, о которых я сегодня не мог понять, что это такое. То есть, пишите с удовольствием. В дальнейших видео упомянем об этом, расскажем нашим зрителям. Вот как-то так. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, хорошего дня. До свидания.